Уборочная кампания аграрии Каннского района выходят на финишную прямую. У нас уже к 70% подходит уже убранная площадь. То есть я считаю это неплохо. Семена мы уже основную массу заложили. Уроки осторожности правилам безопасности в игровой форме обучают детей в Железногорске. Детки, побывавшие на мероприятии, смогут сделать свой лэпбук, то есть все свои знания и умения воплотить в одну книжку, книжку безопасности. Опят много не бывает. В Енисейской тайге собирают богатый урожай. Настроение. Многие сами бегут в лес и останавливаются. А там не должно быть лес. Полным ходом идет уборочная кампания в Каннском районе. На полях общей площадью 10 тысяч гектаров убирают пшеницу, овес, горох, смесь однолетних и многолетних трав и другое. На одном из полей в эту среду техника убирала ячмень. Сельхозработники оценивают процесс уборки положительно. Тот неделька была такая, которая нас притормозила, но в принципе темпы неплохие. У нас уже к 70% подходит уже убранная площадь, то есть я считаю это неплохо. Семена мы уже основную массу заложили, сейчас еще остается немного доложить. Там овес, ячмень, на семена там маленько остается доложить. Пшеница, горох мы уже заложили, то есть в принципе неплохо идет. По кормовым осталось только вот кукурузу убрать на силос, а сенаж, зерно-сенаж мы уже заложили. То есть основную массу по кормовым, скажем, у нас заложим. Ну а по кормовым еще фураж мы тоже вот сейчас зерновые убираем, тоже готовим фураж. То есть тоже в принципе я думаю, не думаю, план выполнен 100%, то есть там немного тоже осталось. Урожайность в этом году не уменьшилась, говорит главный агроном. Серые хлеба аграрии намолачивают по 30 и более центнеров с гектара. И такие высокие показатели по всем кормовым и зерновым. Пшеница, например, уродилась больше в среднем на 5-6 центнеров с гектара в сравнении с прошлым годом. На полях предприятия работает довольно современная техника. 20 комбайнов, тракторы, камазы, которые возят убранную культуру, всего более 30 видов различной сельскохозяйственной техники и еще больше людей. Мы находимся на поле, площадь которого составляет 110 гектаров. Здесь засеян ячмень. За сутки два вот таких комбайна намолачивают по 100 тонн зерновых культур каждый. Когда техника проходит определенный участок, за ней выезжает трактор и подделывает землю для будущего урожая. На момент работы съемочной группы в поле было убрано около 70 тонн зерновой культуры. Как говорят аграрии, кормовые в основной массе заложены. Осталась только кукуруза, которая на трех из шести ферм уже убрана. Сельхозработники уверяют, они идут по графику и ни на шаг не отстают от плана работ. В ближайшее время намечено завершение уборочной всех оставшихся серых хлебов ближе к первым числам октября. На площадке возле центра досуга работники библиотеки вместе с детьми изучают правила дорожного движения с помощью игры. Участники могут самостоятельно передвигать и устанавливать дорожные знаки и на игрушечных автомобилях проехать по городу. Площадка организована в рамках проекта по безопасности «Я знаю, как действовать». Авторы – методисты библиотеки имени Беляева. Весь проект уже длится больше полугода. И мы получаем много положительных отзывов и хотим дальше его продолжать делать. То есть мы детей обучаем правилам безопасности, в игровой форме рассказываем. И в итоге детки, побывавшие на мероприятии, смогут сделать свой лэпбук, то есть все свои знания и умения, воплотить в одну книжку. Книжку безопасности, в которой будут все правила безопасности и смогут открыть, и поиграть, и вспомнить. В рамках проекта организаторы провели конкурс рисунков «Лето без опасности». Около 40 детей прислали работы в разных техниках – аппликация, конструирование, акварель. Объединяет их общая тема – безопасность. Безопасность в городе, школе, на воде, на дороге. Даже техники было тико-конструирование, девочка конструкцию собрала Ленинградского проспекта со всеми знаками дорожного движения, дороги, нашу библиотеку. К акции подключились и представители гражданской обороны города. Несколько самых лучших работ украсят плакаты по безопасности на воде. Рассказали в ведомстве по чрезвычайным ситуациям. Организаторы приобрели памятные призы и наградили всех участников. Блестит и радует соседей. Вачинский местный житель установил на одной из улиц постамент с бюстом Ленина. Позолоченная голова вождя была выполнена на заказ. На массивном пьедестале напечатаны годы жизни политического деятеля и краткая справка о его деятельности. Автор идеи попросил не раскрывать свои личности. Он сообщил, что работает в строительстве. И бюст установил сам лично неподалеку от дома, чтобы молодежь не забывала исторических деятелей. Вы знаете, это же в любом случае наша история. И как бы лично я, учаясь в школе, только с положительной стороны изучал Владимира Ильича. Поэтому я, конечно же, приветствую такие вещи. В будущем он планирует создать целую аллею в память о выдающихся личностях. Следующая будет партизанка, герой Зоя Космодемьянская. Соседи из окрестных домов идею патриотично настроенного Ачинца поддерживают. А сейчас для памятника Ленину нужно ограждение сделать и клумбы разбить. О трудовых буднях хлеборобов пишет газета «Победа» Нижнеингарского района. В одном из передовых сельхозпредприятий территории работы вышли на финишную прямую. На общей площади больше 4000 гектаров. Хлеборобы надеются на сентябрьское солнце. И тогда уборочная кампания будет закончена без потерь. О пополнении автопарка спасательного отряда Богучанского района сообщает газета «Ангарская правда». Снегоход и прицеп для него, а также новенький УАЗик теперь стоят в гараже базы МЧСников. Кроме того, скоро прибудет и аэролодка с водометным мотором. Она сможет передвигаться по реке и по мелководью, и даже по мокрому снегу. Редакция газеты «Сельская новь» из Балахты выпустили большой материал о том, как реализуется программа благоустройства на территории района. В поселке реконструировали парк «Елочки», поставили детский городок, сделали пешеходные дорожки. В следующем году установят освещение, уличную сцену и тренажеры. И снова о благоустройстве. На этот раз в Рыбинском районе. Местная газета «Голос времени» на своих страницах призывает горожан высказать мнение относительно нового проекта в Заозерном, в сквера за городской площадью. Есть мнение благоустроить заброшенный пустырь, но администрации необходимо. Учесть мнение жителей близлежащих домов. Корреспонденты газеты «Дзержинец» рассказывают о том, как в районном центре реализовали проект «История села. Культурная жизнь. Туристические места района». Теперь гости смогут познакомиться с историей поселка и информацией о знаковых местах района на специальных стендах, расположенных на центральной площади Дзержинского. Будни молодого профессионала проходят в тренировках. Студенту Шушенского сельскохозяйственного колледжа Илье Бекасову предстоит безошибочно повторить хитрые манипуляции на финале национального чемпионата WorldSkills в компетенции агрономия. Конкурс этого года очно-заочный. Все действия судей из Москвы будут контролировать в режиме онлайн. Одно из заданий – определить кислотность почвы. Здесь не обойтись без лабораторного оборудования. «Если будет пересбыток кислотности в почве, то корни растений просто-напросто сожжет». Это необходимо знать, чтобы правильно разместить сельскохозяйственные культуры на участке. Следующее задание агронома – сделать среднюю пробу зерна, чтобы высчитать нормы высева. Для точного определения одного килограмма зерна простые весы не подходят. Нужен специальный прибор – пурка. На чемпионате Илье предстоит изучить строение клетки, проверить зерно на клейковину и привить плодовое дерево. Все должно быть по ГОСТу. Перед молодым человеком стоит ответственная задача. Он представляет весь регион во всероссийском конкурсе. «Немного переживаю, но когда я выхожу, волнения пропадают. Я сосредотачиваюсь на своей работе». «А скажи, что самое сложное в профессии агронома?» «Самое сложное – это соблюдать правильность». «Ты должен выполнять все по ГОСТу?» «Да, все по ГОСТу, потому что их слишком много. И нужно придерживаться определенных критерий. Идти иначе ничего не получится». В Шушинском колледже обучают агрономии. Учреждение является организатором площадки в этом направлении и считается тренировочной базой для студентов. «Агрономию на сегодняшний день нужно продвигать, потому что кушать будут всегда. Кушали, будут кушать и сейчас кушают. Поэтому для того, чтобы специалист-агроном вышел на самый высокий уровень, конечно же, необходимо не только саму компетенцию продвигать, но и саму профессию. Ну а как профессию продвинуть, если не участвовать в российских соревнованиях и не показывать уровень? «Думаете, почему я каждый день грибов много собираю? Потому что вот здесь с одной стороны грибы, а здесь медведь с грибами. Потому я не боюсь ни медведей, ни волков в лесу». Этому маленькому карманному ножику уже более 60 лет. Но в лес за грибами надежда берет только его. Для нее это своеобразный талисман, приносящий удачу на тихой охоте. Сейчас в тайге летние грибы маслята, белые подосиновики, подберезовики уже почти отошли. Зато появились опята. Их коричневую, их темную крапинку шляпки видны почти под каждым деревом. Ну как тут усидеть дома и не навестить свои укромные грибные местечки? «Настроение. Ноги сами бегут в лес и останавливаются. А там не должен быть гриб. И еще, если увидел очень красивый поганый гриб, повернись, посмотри, значит рядом есть хороший». Грибы надежда рвет руками и только потом отрезает корешки и ножки. Женщина говорит, что иначе на месте среза может появиться гниль и погубить всю грибницу. Собирать осенний урожай несложно. Буквально за полчаса можно нарезать несколько ведер. Главное знать, где искать это лесное богатство. В народе говорят, опята дружные ребята. И действительно, эти грибы любят расти большими компаниями. Вот, например, вот это семейство так плотно срослось друг с дружкой, теперь разделить их практически невозможно. Опята любят расти на старых пнях или на вот таких вот трухлявых коряжках. И здесь их можно встретить в очень большом количестве. Дома собранные опята тщательно сортируют. Часть пойдет на маринад, часть на икру, остальные отправятся на жареху пятиминутку. Сделать ее просто. Собранные грибы моют, отваривают и отправляют на несколько минут на прожарку. Для этого Надежда использует старую чугунную сковороду. Говорит, на ней получается гораздо вкуснее. Сковородка нагрелась. Никогда не закрывать крышкой, когда жарят грибы. Они тогда воды теряют свой вкус и аромат. Жареху добавляют немного масла, половину крупной луковицы и щепотку соли. Через несколько минут сковороду можно снимать с плиты и звать гостей. Получается и просто, и очень вкусно. Вот наша пятиминутка и готова. Прошу к столу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова